Ребятушки, показала вам море кусочек, и теперь покажу вам немножко гор. Тут, конечно, как обычно, все мне мешает. Так вот, я считаю, что, конечно, посмотрите сюда. Конечно, горы это не какие-то там... Это не какие-то стены, которые мы имеем в виду, которые мы смотрим. Понимаете? Горы это горы. Конечно, может быть, это те, кто все умеет строить, о них и вытаскивали, я ничего не говорю. Но это не пирамиды какие-то, и не какие-то не это. Ну, не знаю, это мое мнение, я имею право его озвучивать. Посмотрите, вот, как бы... Потому что то, что мы видим рукотворное, постойно-каналы, уходящие вниз, это да, это... И то, что они могут сами расти, я все это принимаю. Но горы, ребятушки, это не какие-то рукотворные штуки для чего. Мне кажется, их могли вытащить спокойно. Это я с этим могу согласиться. Вытащить их могли для того, чтобы использовать камень. Понимаете? Вот. Ну, и они нужны для какого-то, может, баланса, я не знаю. Но то, что горы — это камень, горы — это горы, как бы, это однозначно. Может, их вытаскивают из-под земли, чтобы они там служили какую-то им функцию. Я не думал, что это горы вытащили для нас, для нашего там, для нашей красоты, для нашего комфорта. Нет, конечно. Но то, что они им нужны были, это точно. Но это и не наши вот эти вот стены, которые мы смотрим, которые ходят далеко вниз. Вот, ну ладно, в общем, вы видите, что я поехала, уже доехала в место. Просто снимать из машины, конечно, это никакой красоты особо не несет. Вот. Просто я вам покажу, что теперь у нас еще и горы мы затрагиваем. То есть мы затронем все, ребятушки. И там, где море, и там, где озеро, и там, где горы. Все мы затронем. И вы увидите Трента, какой, вот как вот в Трента проводили вот этот собор, да, вообще. Как они доехали до туда в 1200, там, в 1300 каком-то, в 1200 каком-то. Просто удивительно. В общем, короче. Вот эти горы. И пока еще они не очень высокие. Это не очень высокие горы. Потом они будут все время увеличиваться, естественно. В этом Тренту это все-таки не совсем уже прям горы, да. Такие там уже большие. Надо еще дальше ехать. Надо ехать еще к Едерстоу, чтобы уже совсем там были просто доломите. Вот, 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 кстати, река. Вот это такая церковь, да, посмотрите. Не бойся кладбище. Вот стена, вот это наша. Вот там, где стена сейчас была, и там, где было кладбище. Это наша, наша тема. Ну, просто, может быть, там, где торчит горы, представьте, насколько... Ну, даже нет. Я считаю, что механизм вот из кирпича, из камней, там, всего, из гранита, выходит, уходит гораздо больше на глубину, чем горы могут. Ну, погибите, да, как прямо, как пирамида. Но это я не считаю, что пирамиды... Нет, 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 нет. Это какой-то барьер поставлен между, вот, Италией, понимаете, и... Видите, опять река между Италией и старой частью Европы, это кажется. Значит, каждую страну... Да, и Швейцария вообще всеми, всеми, на всех частях, в общем, как бы, как кольце в горах, как кольце. Вот. Ладно, ребятушки, теперь уже... Видите, стена тоже, стена. Теперь мы уже, в общем-то, увидимся в Тренту. Больше я вас не буду, как бы, мучить видео с дорогами. Сейчас два поставлю, вот этих вот, которые мы чуть-чуть проехали, вы посмотрите, стены. И сейчас я это поставлю, чтобы вы немножко посмотрели и на горы наши, горы. Вот, опять река. Вот, как красиво, да? Отвесные прямо скалы. Да, снимать через стекло. Не очень-то удобно, но вот... В общем, ладно, уже 8 минут показываю, как мы едем вот тут по горам. Ладно, всё, давайте.